В Дивеево на территории Свято-Троицкого Серафима Дивеевского монастыря началось строительство собора в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. В связи с этим обитель посетил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Владыка совершил молебен на начало доброго дела в Троицком соборе. Слово нашим нижегородским коллегам из телекомпании «Образ». Преподобный Серафим Саровский предсказал, что однажды в Дивеевской обители будет построен Величественный собор в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Но на месте, указанном преподобным старцем, был сооружен небольшой храм в честь Тихвинской иконы Божьей Матери. С приходом советской власти монастырь был закрыт, а Тихвинская церковь разобрана на кирпичи. В наши дни пророчества преподобного Серафима продолжают сбываться. Два года назад появилась возможность построить Третий собор монастыря внутри Богородичной Канавки. В конце апреля этого года подготовка площадки под строительство была закончена. Обитель посетил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. В Троицком соборе владыка совершил молебен о начале благого дела. В ознаменовании начала строительных работ митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий осветил первый ковр земли, поднятый экскаватором из котлована. Параметр храма размеры взят из образец третьего дела Матери Божией. Это Киево-Печерская лаврия, когда сама Царица Небесная реческим строителям дала меру храма, монашескую сотницу, дала свой поясок и сказала, построите мне храм 20 поясков шириной, 30 поясков длиной и 50 поясков высотой. То есть 20, 30 и 50, 100. Монашеская сотница. Поскольку поясок был размером 1,20 м, поэтому храм будет построен шириной 24 метра, длиной 36 метров и высотой 60 метров.